Указ об перепису населенства был подписан у Кастрышнику 2016 года. Из этого часа началась подрыхтовка. На гомешне у компании будут непосредственно задеянишены 1840 человек. Они уже отримали специальные посвящения и сумки с логотипом. На этом тыдне завершаются опошенные занятки у тымлику с выкоростанием планшета. А про шатого переписчики сдают специальные тесты, которые позволяют выявить ступень их подрыхтованности. Из четвертого Кастрышника, я в составе мобильных групп, будут проводить опытания в працанных коллективах. Наведывание населенства по месту Жихарства заплановано у период с 21 до 30 Кастрышника. До этого часа удаденные анкеты можно заполнить на сайте у интернете, и звернуться до переписчиков на стационарных участках. Когда проводилась пробная перепись «Молодечно», помимо остальных вопросов, мы задавали людям вопрос, если будет такая возможность пройти перепись через интернет, то согласитесь вы или нет, пройдете или нет перепись. И где-то около 25% ответили положительно. И также в прошлом году организовывали выборочное обследование домашним хозяйствам. Тоже задавался такой вопрос, сможете ли вы пройти перепись через интернет и пройдете ли. И получили в принципе такой же процент, то есть около 25, даже чуть больше. Как заполнить переписный лист на отповедном сайте, человеку необходимо будет увести пашпортный, идентификационный номер и номер мобильного телефона. Но интернет-перепис не один, а селит не нововведение. Ты же сагатал первую шаргу питаний, на которые гражданам пропонуют отказать. Вопросов много, больше, чем в предыдущую перепись. Всего включено 49 вопросов. Это вопросы, касающиеся и демографических характеристик. То есть, как обычно, спрашивают во время переписи, пол, возраст, к какой национальности человек к себе относит, какой у него уровень образования. Также в эту перепись включен ряд новых вопросов. Например, у женщин старше 18 лет и до 49 лет мы спросим, планирует ли она рождение детей. Включен блок вопросов о миграционной активности, то есть, планирует ли человек уехать из республики, и есть ли дату, на какой срок и по какой причине. Ну и также такое большое наше новшество – это в эту перепись включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. Перепис насильництва задержа державного узровню. От того, на кольки якосно будет проведена гэта мероприемства, залежит правильность и докладность отрыманных выников. А гэта – планование беларусской экономики на ближайшие 10 годов. Уся информация, которую предоставят же хары краины, конфиденциальная, а знакомиться с ее стороннему человеку немогчима. Самая надежная защита, уже надежнее, чем наша межбанковская система идентификации, я думаю, ничего нету. Можно не бояться, ничьи данные никуда не уйдут. То есть, они все полностью конфиденциальны. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».